В Владивостоке неделю назад завершилось главное событие года в сфере экономики в России – Восточный экономический форум. Там работали десятки инвесторов, представители бизнеса и власти со всех уголков России и 28 стран зарубежья. Свои проекты на форуме представила и Якутия. Что это за проекты, по каким направлениям, какие подписаны соглашения и насколько инвест привлекательна Якутия и Дальний Восток в целом, анализировала Туяра Филиппова. Форум проводился во Владивостоке во второй раз, но посмотреть и удивиться вновь было чему. Участников и потенциальных инвесторов пригласили прогуляться по улице Дальнего Востока. Павильон Лотос Приморья, медвежьи берлога Чукотки и мумии доисторических львят, обнаруженные в Якутии, от желающих сфотографироваться на фоне этого эксклюзива не было отбоя. Хотя дальневосточные регионы для потенциальных инвесторов из азиатских стран уже далеко не терра ингогнита. А перспективы у Дальнего Востока, по мнению экспертов, более чем привлекательные. Созданные в регионе механизмы поддержки инвестпроектов уже делают Дальний Восток одной из самых привлекательных и перспективных территорий для вложений. Прагматичные азиаты ставят во главу угла не политические интересы, а прежде всего экономические. И это ключевое отличие интеграционных процессов Азии, в отличие от Запада, отмечают эксперты. Свидетельство тому выступление премьер-министра Японии, которым он явно продемонстрировал желание сближения с Россией. И президент Кореи, и премьер-министр Японии прямым текстом заявляют, что они хотели бы интегрироваться с Россией, работать с Россией, участвовать в создании такого уверенного будущего евразийского континента. Если так подошли бы все лидеры стран, то у нас те проблемы, которые озвучиваются искусственно, на международном уровне не было бы. Что касается якутских проектов, то в этот раз их было представлено 22 с общим объемом требуемых инвестиций порядка 700 миллиардов рублей. Направления разные – туризм, сельское хозяйство, недвижимость, алмазно-гранильное, горнодобывающие промышленности, судостроение, IT-технологии. Подписано 15 различных соглашений с суммарным объемом требуемых инвестиций – 325 миллиардов рублей. Хотя главное, как отмечают специалисты, не сколько в суммах подписанных контрактов, а в появившемся новом качественном уровне кооперации власти и частных компаний. В этот раз помимо китайцев, японские инвесторы проявили большой интерес к проектам Якутии. К примеру, между правительством Якутии и компанией Hokkaido Corporation подписан меморандум с общим объемом инвестиций – 10 миллиардов рублей. Проекты касаются развития агропромышленного комплекса «Туризма Якутии». Кстати, в сфере туризма в рамках реализации нового проекта «Восточное кольцо России» Якутия будет развивать такие бренды, как «Тегелях», «Ленские столбы» и «Эгэх». Крупные компании, работающие на территории республики, также подписали ряд взаимовыгодных документов. Алмазная компания открыла евразийские алмазные центры и провела первые торги на 18 миллионов долларов США. Договорилась с Минвостокразвития разработки Верхнемунского месторождения алмазов Якутии. В случае господдержки в 7 миллиардов долларов на транспортную инфраструктуру, добыча алмазов начнется в 2018 году. Бюджет же страны в ответ от разработки получит 13,5 миллиардов налогов и увеличение волового регионального продукта на 45 миллиардов рублей. Концентрат, который мы приготовили на своей обогатительной фабрике, 31 мая этого года вместе с Егором Афанасьевичем мы запускали эту обогатительную фабрику. И вот уже результат. А сейчас идет погрузка первого судна в порту Восточном, который пойдет в Японию с концентратом. Колмар, заручившись поддержкой фонда развития Дальнего Востока, увеличит объемы добычи угля и расширит существующие мощности. Для Якутии растущее производство компании не только увеличение налогов, но и судьба всей Южной Якутии. Что касается перспектив строительства так ожидаемого якутианами мостового перехода через реку Лена, то на восточном экономическом форме проект также был презентован в числе пяти проектов, представленных Минвостокразвития. Стоялись переговоры с представителями компании Миссина Гидрокорпорейшн, которые проявляют интерес к реализации нашего самого крупного и масштабного транспортного проекта, проекта строительства мостового перехода через реку Лена. И достигнута договоренность, что в течение сентября компания будет актуализирована финансовая модель проекта, и после этого компания с частной конституционной инициативой обратится в правительство Российской Федерации для дальнейшей реализации проекта на условиях концессии. Итоги экономического форума наглядно продемонстрировали возросший интерес иностранных инвесторов к России и в особенности к Дальнему Востоку. Для нас Дальневосточный форум сегодня становится особым, потому что это наш форум, это Восточный форум. Поэтому республика, насколько возможно, была представлена своими проектами для того, чтобы вызвать интерес инвесторов, и это нам удалось. Региональная интеграция, объединение государств торговые и прочие союзы – главные тенденции современности. Именно этим путем можно преодолеть экономический кризис и справиться с другими угрозами, считают эксперты. И работа Второго Восточного экономического форума тому под спори. Туяра Филипова, Стас Михайлов, Галина Погодаева. Якутия. День за днем. Владивосток. Якутск.